Инициативное правление Союза архитекторов Прикамья в феврале создало экспертный совет. Он будет заниматься рассмотрением профессиональных архитектурных проблем города на консультативных началах. В совет вошли шесть членов Союза архитекторов Прикамья. Возглавил ее главный архитектор, основатель мастерской проект Пермь, президент Союза архитекторов Прикамья, почетный архитектор России Сергей Шамарин. Поговорим сегодня с Сергеем Александровичем об этой инициативе, об экспертном совете. Спасибо большое, что посетили нашу студию. Сергей Александрович, утвержден состав Градсовета, распоряжение уже подписал губернатор Дмитрий Махонин. Идея инициатива экспертного совета ваша, она была до того, как появилось распоряжение, или это вынужденная мера, так как состав там вас не устроил, скажем так? Нет, она родилась как идея давно, она обсуждалась. Мы искали какие-то поводы, какие-то шаги стартовые, но потом поняли, что надо просто создать и посмотреть, как это будет выглядеть. Она никак не связана с созданием конкретным градоставительным советом при губернаторе. Я на что хочу обратить внимание. Есть замечательный указ президента Путина, номер 808, изданный лет пять назад, о государственной культурной политике. И вот там очень много положений, связанных с проблемами архитектуры и оценкой ее влияния. И самое главное, что архитектурная деятельность отнесена к культурной сфере, а не к строительной. И мы на основании этого указа, опираясь на его положение, где архитектура признана социально важным искусством, где говорится, что государство должно поддерживать творческое начало общественной организации, передать им часть функций решения вопросов, связанных с качеством. Смешно же, когда чиновникам будут говорить, красиво, некрасиво. Давайте мы ему подскажем, красиво это или некрасиво. И вот на основании этого мы собрались и создали этот совет. Он у нас за полное название архитектурный экспертный совет. Вот в созданный град совета вошло 27 членов, из них всего два архитектора. Вы не раз критиковали, что в основном чиновники и девелоперы входят. Вот в ваш совет входят в основном архитекторы. Да, у нас позиция такая. У нас входят только архитекторы в основной состав совета. Это члены нашей организации. Но при этом в зависимости от рассматриваемых вопросов мы ничем себя не ограничиваем в приглашении экспертов разного уровня, разного класса для того, чтобы рассмотреть эту проблему. И чтобы заявителю представить полный и правдивый, удовлетворяющий его интересный ответ. Ну то есть задачи у град совета и у экспертного вашего совета, они по сути пересекаются? Они частично пересекаются. Мы рассматриваем деятельность архитектурно-экспертного совета как содействие любому обратившемуся к нам органу, юридическому, физическому лицу, администрации и так далее. То есть, если взять, например, город совет, в котором практически невозможно рассматривать проблемы качества архитектуры, ландшафта, строительных, качества решений архитектурных, влияющих на среду городскую, то мы готовы рассмотреть проблему и ее вынести на совет как решение. И тогда члены совета увидят мнение профессиональное и будут гораздо легче принимать решение. Вот история у град совета достаточно насыщена. Напомню, он был создан в первенем 2007 году, далее прекратил свою деятельность в 2011. И при разной смене руководства был заново создан, заново в него входили разные члены. И вот все-таки, несмотря на то, что он носит совещательный характер, целый ряд проектов был достаточно достойных, освещен и даже многие на доработку были. Вот сейчас, как вы думаете, град совет решает эти задачи, из-за которых... Я могу просто привести пример. Поскольку состав совета в своей массе не в состоянии такую проблему решить, а голосованием голос, например, участника архитектора услышать невозможно. То есть 25 членов совета, пускай даже 20 присутствуют, то есть они проголосуют против чего-то или за чего-то, и голос мы этот не услышим. Вот ту историю совета мы очень удачно назвали, потому что первые советы в основном состояли на 50-70% из архитекторов. И глава города, например, Шубин, как раз слушал архитекторов, потому что он тогда начинал понимать картину, которая ожидается в результате строительства или изменений, или там устройства здесь парка. И эта картина с профессиональной оценкой была важна и часто действовала. То есть там не формальное предложение изменить что-то, а указание сделать. Например, даже я попался на одном объекте, где мне было предложено учесть замечание совета, хотя я мысленно считал идеальную представленную картину. Мы это учли без потери для качества проекта. Ну вот вы уже сказали про голос архитекторов. То есть на данный момент он категорически не услышан? Он будет услышан ровно в той мере, в которой он участвует. То есть одна 27-я часть и так далее. И уже определенные последствия? Городсовет может рассматривать серьезнейшие политические мотивы развития, принципиальные инвестиционные схемы, рассчитанные на длительное время. И на совете не удается и никогда не удавалось полноценно обсудить то, что в результате появится. То, что мы с вами ругаем, хвалим или говорим, что вот здорово, или зачем это. А вот причина часто смена руководства региона. То есть очень многие проекты просто не могут пойти, скажем так, дальше. Да, да. Это проблема не очень понятная. Это была мода. Она возникла не сейчас. Но часть регионов успешно вернулась к началу. То есть из края или области в город. Ну, например, Нижний Новгород. Продолжим обсуждать ваш экспертный совет на данный момент. Что уже есть? Может быть, отдача? Услышали ли вы от руководства региона, города о том, что это действительно хорошая идея? Ну, смотрите, мы только что создали. И, по сути дела, интервью здесь. Это одна из первых публикаций будет. Мы осторожно входим. Мы не машем шашками. Мы будем реагировать только на обращение. То есть не нам нравится или не нравится, а есть или нет обращение по какому-то поводу. Причем не важно кого. Физического лица, юридического, бизнесмена, власти и так далее. И вот сейчас нам поступило обращение как раз граждан, которые не очень понимают происходящее с заводом Шпагина и просят рассмотреть там конкретную проблему строительства галереи. И вот мы, наверное, на ближайшем совете попробуем увидеть эту ситуацию, потому что нигде публично это не рассматривалось так широко, чтобы можно было поспорить, оценить, похлопать ладоши, задать вопросы. Этого не было. Кто уже приглашен на эту встречу? Мы еще не готовы. Будут девелоперы и кто-нибудь от вас? Нет, конечно, мы посмотрим и очень внимательно и точно будем адресно приглашать, чтобы это не было толпы. Но в то же время мы никак не закрываемся. Наличие там СМИ, да, конечно, эксперты, которые понадобятся на здоровье. Любопытные граждане, если они позитивно настроены, почему нет? Как часто будет собираться совет? Да, вы уже сказали по заявкам. Но есть темы, на которые у вас уже назрела определенная дискуссия? У нас внутри еще идет дискуссия по поводу дискуссии, нужной или ненужной. Поэтому мы думаем, что это минимум один раз в два месяца будет сборище. Независимо от количества обращений. Может быть, их будет больше, может быть, их будет меньше. Но мы не одиноки в таких подходах. Подобный совет тоже как шаг в безнадежном положении, и почти архитектор, создан в Екатеринбурге. Мы активно с ними общались, и он у них успешно работает. Успешно в плане реализации замыслов? В плане обращений и рекомендаций совета, которые как-то будут учитываться. Большое спасибо, Сергей Александрович, за интересную беседу. Я напомню, с нами был президент Союза архитекторов Прикамья, Почетный архитектор России, основатель мастерской проекта Пермь. Редактор субтитров А.Семкин